Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Хоккеисты Гомеля победили в стартовом матче чемпионата Беларуси в высшем дивизионе. Встреча Гомеля и Могилева началась с торжественной церемонии, посвященной памяти вратаря и тренера белорусской сборной Александра Шумидуба, который умер в июле этого года. Под сводами гомельской арены подняли белую майку сборной Беларуси с фамилией Александра Николаевича и 29 номером. Этот номер выведен из обращения и хоккеисты Гомеля не смогут его использовать. Это человек большой профессионал, который в хоккее знал все. Порядочный человек, честный, справедливый, который не признавал ложь в хоккее, который отдавался хоккею полностью. Этот человек горел на работе и если он приходил, он делал все только хорошо. За него говорят его воспитанники. Это люди, которые играют в сборной Беларуси. Шумидуб признавался лучшим игроком Беларуси, был призером юношеского чемпионата Европы. Он выиграл весь комплект наград внутреннего первенства и трижды становился бронзовым призером чемпионата Восточноевропейской хоккейной лиги. После окончания карьеры хоккеиста Шумидуб работал тренером вратарей. В Гомеле отвечал за вратарскую линию с 2005 года. Он также основал первую в стране школу галкиперов. Он был великолепным человеком, самое главное. Он был, ну, по крайней мере, для меня он как отец был. То есть мы его не боялись, а уважали и ценили. Был первый и единственный человек, который сделал школу вратарей в Республике Беларусь. После проведенной церемонии начался матч, в котором подопечные Сергея Стася одержали уверенную победу в домашнем матче третьего тура чемпионата Беларуси по хоккею, обыграв команду Могилева со счетом 4-0. Счет в матче открыл Александр Скоринов на 12-й минуте первого периода. Во втором периоде Евгений Хузеев увеличил преимущество хозяева. Через 15 минут российский форвард Рысей Илья Серегин забросил третью шайбу в ворота Могилева. Точку в противостоянии двух команд поставил Кирилл Межейников за 6 секунд до финальной сирены. В итоге это первая победа Гомеля в сезоне 2019-2020. Открытая областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по гребле на Байдарках и Каное, посвященная памяти заслуженного тренера СССР Виктора Станибулы, пройдет 7 и 8 сентября в Рогачеве. В состязании примут участие команды юношей и девушек 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения, которые представят спортивные школы со всей Беларуси. Старты пройдут на озере Комарино. По итогам гонок судейская коллегия определит лучших в личном зачете в двух возрастных категориях, а также в командном. Продолжаются отборочные туры киберспортивного турнира «Битва городов». В Гомеле соревнования пройдут 29 сентября. Лучшие коллективы отборочных туров получат билет в Минск на гранд-финал и смогут побороться за призовой фонд в 6 тысяч белорусских рублей. Чтобы участвовать в турнире, нужно собрать свою команду и зарегистрироваться на сайте Белорусской федерации киберспорта. К соревнованиям допускаются участники не младше 16 лет. Они будут показывать свое мастерство на специальных игровых компьютерах с профессиональным оборудованием. Студентка Билл Гута второй год подряд стала чемпионкой страны по пляжному волейболу. В Молодечно студентка Гомельского вуза Елизавета Чабай выступала в паре с Викторией Секретовой. Финальную игру девушки завершили со счетом 2-0 и подтвердили титул чемпионов страны по пляжному волейболу. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин